так продолжаем изучать пайкют сегодня допишем еще парочку строк нашей программе добавим такую штуку которая называется всплывающая подсказка значит для этого откроем код нашей программы вот он у меня открыт в эклипсе так значит код мог незначительно измениться я тут с ним экспериментировал вот но изменился он там если изменился то совсем чуть-чуть вот значит давайте запустим так появляется пустую пустое окошко ему задается название и выводится вот иконочка в левом верхнем углу так значит я предлагаю избавиться от этого всего дела что-то эти две строки отвечают за название иконку удалим их так снова запустим вот видим что это дело все пропало вместо иконки выводится стандартная и вместо заголовка окна тоже выводится стандартная так значит опять значит воспользуюсь вот этим вот замечательным мануалом и стыли отсюда код которая здесь качестве примера представлено значит нас интересует две вот эти вот строки добавим их в нашу программу так значит почему я добавляю в середину вот мне как-то нравится сначала вот установить все параметры вот этому нашему виджету а уже потом его выводить на экран напоминаю что вот это вот команда выводит его на экран так давайте запустим посмотрим что получилось на первый взгляд ничего не изменилось сейчас я наведу курсорчик в середину нашего окошка и подожду так через какое-то время там по моему секунда появляется вот такое вот всплывающее окошко в котором вводится некий текст так ладно давайте теперь разбираться ну собственно вот это и есть всплывающая подсказка так значит ну несложно догадаться что вот я текст который записан вот в этой строке он как раз вводится значит вот такая команды существует сеттул тип в переводе на русский кроссу означает что вывести всплывающих точнее установить всплывающую подсказку вот значит и эта команда вызывается и к ней передается строка в которой собственно и находится текст этой всплывающей подсказки можно проверить я вот добавлю сюда несколько восклицательных знаков снова запущу вот видите восклицательные знаки добавились так значит на что тут стоит обратить внимание слово ку виджет вот это вот выводится жирным шрифтом давайте еще раз посмотрим вот но я думаю видно хорошо что выводится жирным шрифтом так это осуществляется благодаря вот этим тегом б сокращенно от болт в переводе с английского жирный так вот эти вот теги они взяты из языка html вот и про него я сейчас рассказывать не хочу просто вот знаете что есть некий язык html в нем используются вот такие вот теги суть тегов заключается в том что вот все что вот это вот так открывается вот это вот так закрывается а все что между находится то как бы вот на этот к сам тег и воздействует давайте значит еще какой-нибудь так вот я вам покажу например вот такой вот вот обратите внимание что теперь ку виджет написано курсивом вот то есть вот есть тег б который делает жирным шрифт есть тег и который делает шрифт наклоном и есть еще куча разных тегов которые вот можно применять вот в этой вот подсказки так значит давайте следующую строку рассмотрим значит что у нас здесь происходит здесь мы задаем параметры шрифта нашей подсказки значит вот это вот оператор сет фонд переводе с английского как раз означает установить шрифт и вот он вот ему передается вот такой вот хитрый параметр то есть создается объект кьют гуику фонд то есть в кью те есть специальный объект который называется который вот тип кью кью фонд вот который отвечает за все все шрифты вот то есть через него все операции со шрифтами и происходит значит чтобы создать такой объект нужно написать вот такую строку кьют гуику фонд и в скобочках указать параметры создаваемого шрифта здесь пишется имя шрифта здесь пишется его размер значит ну давайте самое простое изменить размер поставлю 30 и посмотрю что изменилось так но все видим что и размер изменился так значит с размером все ясно как задавать тип шрифта точнее не типа вот ну знаете наверно что windows есть куча разных шрифтов то есть они вот текст вводят по-разному значит чтобы эти все шрифты посмотреть идем в панель управления так и вот здесь есть шрифты заходим сюда вот видим здесь куча просто несметная шрифтов ну давайте какой-нибудь стандартный поставим вот например есть такой шрифт комикс санс а вот он значит комикс санс мс вот сейчас мы его изменим значит я выбираю этот шрифт потому что он довольно такой примечательный и вы сразу увидите что надпись изменилась так комик санс мс значит я в точно в точности переписываю название вот этого шрифта можно можно было выбрать вот любой другой так значит запускаем так ну я думаю видно что шрифт изменился но вот комик санс он обладает таким вот таким вот характерным начертанием его ни с чем не перепутать ну можно в ради интереса взять еще но ареал есть такой шрифт наверняка слышали про него так но ареал трудно узнать вот я например сейчас напишу times new roman и там должны появиться засечки на шрифте то есть он тоже такой отличительный так но вот я думаю сейчас уже видно что шрифт изменился так кстати вот можно попробовать если писать его не точно не соблюдая регистр букв будет ли работать да будет то есть вот регистр букв вписать не обязательно так ну вот в принципе все что хотел сказать по поводу всплывающей подсказки